Мамка мне подарок сделала. Happy birthday to me! Happy birthday to me! Happy birthday, Дия Настя! У-у-у, сорокалетие! Happy birthday to me! О, майонез на перепелиных яйцах! О, давно у меня уже майонеза нет в холодильнике! Гранатовый сок, мой любимый! Обалдеть! Ух ты, корнишончики! Люблю я такие огурчики! Сыр-янтарь, мой любимый сыр! Еще тут мороженое! Ух ты, еще и мороженое! Маня, почти что Мася! Изюм! И шоколадки! О, молочный шоколад, как я люблю! Чернично-йогуртовый! Фундук с изюмом! И еще две таких же! Что тут написано? Продуктовый набор в стиле ретро! Примерно такие в твоем детстве вы давали к праздникам! И это было счастье! Да, да вообще такое счастье! Все мое любимое! Ну, ладно! Спасибо, мамоню! За день рождения в стиле ретро! С днем рождения меня! Мне в подарок мы купили тортик! Но какой тортик? От шеф-повара кондитерского производства «Север Метропольт»! Вот такой вот он! Дорогой! Дорогой тортик наш! И торт называется «Киевский». Выглядит он вот так! Но попозже я вам его покажу в детальках! Ну и добро пожаловать в новостолье! Сегодня мы поговорим о том, как я рождалась! Прямо интернационал! Сок, Азербайджан, торт, видите, киевский! А винегрет? Чей? Русский! И моя любимая чашечка Хармс! Ой, чашечка пришла! Иди ко мне поздравлять! Настю пришла! Настю, поздравляйась! Пришла маме! Девчоня, вот смотри, я что в тебе нашла! Вот, будешь у нас как леди на скоте! Ну ладно, ладно, пониже я посадила! Смешно, как баба в кокошнике! Ну, баба в кокошнике, да? А что вы тут кушаете? Сейчас будет песком! Ну давай! Ну, ладно, я очень пик днём рождения! Спасибо! Скромно, конечно, кроме не считая торта! Как всегда! Ну, как всегда, ну ничего не другое! На торт, да, наконец-то я хоть выпросила торт! Ой, у меня, конечно, сердце такое! Ладно, сердце! Подарок на день рождения! Короче говоря, поздравляю! Нашла тут на днях интересное стихотворение на тему возраста! Вот, извини, но я зачитаю! Это ленинградская поэтесса, которая уже старенькая, но писала она это ещё в 70-каком-то году, 73-й год! Я в 20 лет судила беспощадно, мне столько же прожить ещё и ладно! Век бабей, как известно, 40 лет, а дольше жить зачем же? Смысла нет! Но в 25 немного удлинить, решила я существование нить! Ну, 50, но сверх того ни-ни! Почему старухой коротать мне дни? Вот именно! А в 30 к сердцу подступил испуг, как ускользать время из-под рук, коль так пойдёт глядеть на белый свет, согласно ли я и шесть десятков лет! Года всё утекали, как в песок, и я всё продлевала жизни срок, к 50-ти мой подходит путь, а я до 100 мечтаю дотянуть! Уже! И так всё время пребываю я на полпути земного бытия! Да! Так что на сегодня у тебя срок пока до 80-ти дожить! Слушай, а если до 100-ти доживёшь? Доживёшь до 120-ти! Это до 200-ти потом? Ну, это уж слишком далеко! До 120-ти, кстати, я могу! Я читала недавно в каком-то Science-журнале, что сейчас какие-то таблетки делают, что мы скоро будем омолаживать наши внутренние органы и становиться всё моложе и моложе! 60 замуж выйдешь, 62 родишь, ну а что, у Пугачёва сколько? Сколько я сейчас? 72, а детям, говорит, 9, ну а, 6, 3! Будем, всё окей! Будем, как оно там, материнство-то? Суррогатное? Суррогатное материнство, истинное замуж! А, красота! Вот так хорошо! А я челся, красавица! И сидит, главное, гордо так! Может быть, следующий день рождения встретим уже вчетвером? Или в пятером? Или в десятером? Давай, нет, много я не осею! Или в Лондоне! Ладно, посмотрим! Или в Лондоне! Может, накладывать уже? Подожди! Да, ну ладно, блин, и гретик у нас! Ой, праздничное, блин, да, на Настин день рождения! Вот такой у нас аскетичный образ жизни! Да! Мама сегодня утром, кстати, вспоминала, как я рожалась, и, ну, вообще, всё, что было связано с днём моего рождения! Сейчас она... Расскажи-ка, что ты мне рассказывала! Да, ну, немножко! Ну, потому что я теперь родилась, зимой, в жиренную лесу! Как мне? Это я! Жили мы в строительном вагончике в лесу за городом. Это был жилгородок строительного управления номер 914 в городе Тольятти. И этот жилгородок шёл под снос уже много-много лет, всё никак не могли снести. А тут мы прибыли, молодые специалисты, нас туда заселили. Сказали, зато квартиру быстро получите. Ну вот, и жили мы там. Тасику было год и 10 месяцев, заселились мы в этот вагончик. И, конечно, мы не планировали второго пока ребёнка, но получилось случайно. Ладно, это вот Настенька у нас получилась. Короче говоря, суть в том, что мы очень боялись, что к нам скорая не сможет приехать в лес. Сейчас зимой всё занесено снегом, вон как сейчас в Питере, что она не проедет, и мне придётся рожать в лесу. В лесу! Поэтому... Под кустом! Так как срок у меня назначен 7 декабря, а уже 6 вечера у меня даже намёка нет ни на что, мы решили всё же вызвать скорую и отправить меня в больницу, чтобы я уже там лежала и дожидалась. Ну, вызвали, скоро проехала, хотя уж ушёл снегопад, даже в окно выглянули, там фонарь горит и снег валит. И думаем, проедет, не проедет скоро. Проехала, приехала. Стасик меня не отпускает. Не уцепился в меня, не оторвать, не отпускает, что мама сейчас уедет. Это вот, да. Собираться начала. Ой, еле-еле отец его на руки взял, я собралась, вышла. И, говорит, он только тем утешился, что я сказала, смотри, какой мама... Какая красивая машинка за мамой приехала. Ну, а машинка и мама, это два конкурента. Он увлёкся машинкой, Кукунька он называл. Бибика. А, Кукунька, Кукунька. А Бибика я называла? Не знаю, нет. Ну, ты что-то путаешь. В общем, она называла машинкой Кукунька. Он сразу отвлёкся, Кукунька, Кукунька, красивая скоропомощь стоит под фонарем, снег валит. Только так я вырвалась. И он сказал, мама поехала в магазин за Наской. Мы ещё не знали тогда, мальчики, девочки будут, потому что тогда ещё это не определялось. Но раз папа сказал, за Насткой поехала, значит пришлось рожать девочку и называть её Настей. Но мы думали просто, как назвать, Настей или Олесей. У нас два имени было. Раз отец сказал Настей, значит будет Настей. Олеся, Олеся. Ну да, но нравилось. Могла, Олесей быть. Ну, Насте тоже. У Насте, да, мне нравится. Ну вот. Приехала туда, мне говорят, ну и что приехала, если схваток нет. А я тогда уже говорю, ну начинаются уже. Немножко соврала, а то я думаю, назад сейчас отправлюсь. Они говорят, начинаются, ну давайте мы простимулируем тебя. Давай мы тебя простимулируем. Сделали какой-то укол, и у меня буквально через два часа как пошли схватки. Как пошли ровно. Да, это было 10 вечера, где-то 11. Но я уже так умела все это. Первый раз я страшно, мне было больно и все. А на второй я уже грамотно была. Я шоколадку съем, к окну подойду, свежим воздухом подышу. И вроде как-то легче со схватками с этими. Дело было. Ну, легко, не больно. Не так уж больно было. Короче говоря, начались очень быстро роды. Время где-то 2 часа ночи. Акушерком спать охота. А я тут рожать вздумала. Да еще и орать. И вот она, а Акушерки там, по-моему, это супер город. Куда там Тагилу до него? Вот такие тети типа Нонны Мордюковой. Наши люди в булочную на такси не ездят. И вот она одна такая ко мне подошла из двух и говорит, я ору. Она говорит, молча рожай. Я так испугалась, что больше даже не пикнула, только крестела. Ну и вот. Очень быстро по сравнению с первыми родами. Короче говоря, в 4 с чем-то утра. Настя уже родилась. Но еще не успели Настю вытащить. Только голова, как я поняла, вышла. Как Тараку Шерков, такая баблей тоже, говорит. Девку родила. У нас там такие все добрые. Как она определила, что девку родила, до сих пор загадка. 40 лет прошло. Ведь только потом я поняла, что из меня тебя вытащили. А сперва только голова вышла. Наверное, такая красивая была. Или потому что я орала, как это. Ты еще не орала тогда. Ты заорала, когда тебя подняли. Ты не орала. Но она вытаскивала голову, сказала, девку родила. Не знаю. Но они опытные. Они уже, да, знают. Не знаю как. И тут тебя вытащили, подняли. Я тебя не увидела. Я увидела только тельце. Головы было не видно. Ни лица, ни глаз, ничего. Один огромный рот. Который тебя шпетнули по попе. И ты заорала. А-а-а. Огромный рот. Ну все, думаю, певица будет. Давай за певицу. За певицу. На этом дело закончилось. Я была счастлива. За певицу Настю. А-а-а. Хороший сачок. Гранатовый. Все. Мясо давай. Трезвый день рождения. Уже десятый год, наверное. Да, последний раз я, наверное, в 30 лет отмечала со своими друзьями в парке. Я потом не пила сразу. На день рождения, наверное, не пила ничего. Потому что не с кем было в Англии, да. В том году как-то у нас все... А где вы в том году встречали? Я вообще всегда дни рождения-то и не встречаю. А вот у меня была еще подруга Наташа приходила ко мне. Позапрошлый. Позапрошлый год. Вот тогда мы выпили шампусика. Я не отмечаю дни рождения. Я езжу всегда куда-нибудь в путешествие. Но вот в этом году не получилось. Пандемия. Поэтому решили аскетично отметить. Как обычно. Да, аскетично. Но не будем. Что? Накладывать мясо? Но не будем уточнять. Ну и что? Вот еще у нас есть мясо. Купили. И дню рождения, да. Пожарили. Богатые. Челсик такая. Я хочу мясо. Я, я. Дайте мне мясо. Иди сюда. Ну мне неудобно с ней есть. Да, Мигу. Иди сюда. Иди. Я, я, я хочу мясо. Давай, давай, давай. Сюда. О, так. Мясо. Это тебе. В честь Наськиного дня рождения. Итак, тортик такой красивый от компании Север Метрополь. Все дело во вкусе. Это точно. Это, как доктор прописал, ням-няшка. Вот такой вот красивенький тортик. Какая прелесть. Вот такой вот он у нас, киевский торт в Петербурге. От шеф-повара Север Метрополь. С трюфелями, с миндалем, с кешью. Ну что, едим? Вздохнула мамка. Жалко. Режем. О, боже, я слышу, что он воздушный. Я уже... Поняла, что он киевский. Мой любимый вкус. Я люблю воздушные тортики. Очень люблю воздушные тортики. Это просто музыка для моих ушей. Итак, смотрим, что там внутри. Воздушный-воздушный крем. Как похож на настоящий киевский. Какая красота. Я ела в 70-е годы такой на Украине. Ну что, попробуем мой любимый тортик. Тортик вилочкой едят с тарелочки. Они так, как ты, хватают зубами. Райское наслаждение. О, да. Это то, что я хотела. И с набитым ртом, не говоря. Вся культура Насти. От культурного учреждения Самарская государственная академия культуры и искусств. И я не пила. Да. Это именно тот торт, который я хотела. Всё. Круто. День рождения. Удался. Фейсом в торт я уж не буду. Извините. Фейсом в торт я уж не буду. Я не буду. Смотрим. Всё. Всё. И я не буду. Всё. 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 Всё.